Оп! Заявленная тема дискуссионной площадки представлена на слайде, дальше мы довольно-таки в оперативном режиме. Собственно, тема у нас заявлена, выведена на слайд, и перед тем как начать непосредственно дискуссионную площадку, дискуссионное обсуждение, буквально несколько формулировок, связанных с нашим профессиональным стандартом и с той рамкой, которая у нас сегодня существует. Что касается самой необходимости применения профстандарта, то здесь лишний раз напомню, что профстандарт у нас с 1 июля 2016 года вступает в силу статья 195.1 закона по уровню Трудового кодекса Российской Федерации, который нам, собственно, и обозначает. Что же такое профессиональный стандарт, как быть с этим профессиональным стандартом, и когда мы говорим о базовом определении, базовое определение ровно вот перед глазами у нас. Никакого другого определения в Российской Федерации по определению существовать с 1 июля 2016 года не будет, и мы, обращаясь к профстандартам, должны так или иначе ссылаться ровно на эту форму. Очень много споров по поводу того, каким образом применяется профессиональный стандарт, но законодатель отвечает на это очень определенно. Та же самая статья 195.3 говорит о том, что у нас есть обязательные требования в российском законодательстве. К примеру, обязательные требования, если мы говорим про профстандарт и долога, вам вообще известно, что это требования о определенном образовательном цепи. Что касается остальных субъектов, то здесь, если у нас в трудовом законодательстве, в другом законодательстве предусмотрены требования, то они обязательны, и мы в любом случае их используем. Все остальные трудовые функции, которые указаны в профстандарте, они обязательны ровно тогда, когда мы говорим про то, где их учитывать. И сегодня здесь, как мы говорим про статью Трудового кодекса, то вот ровно эта формировка говорит нам о чем? О том, что мы профессиональный стандарт и те обязанности, те квалификации, которые представлены в профстандарте, обязаны рассчитывать при определении требований к квалификации работников. И так или иначе, профстандарт это ориентир для того, чтобы мы уже смотрели, каким образом квалифицировать те или иные действия работников, каким образом принимать их на работу, организовать труд и производство. Дальше тоже мы обсуждали с коллегами, какие рамки необходимо задавать, и одна из этих рамок связана с тем, что Трудовой кодекс говорит о возможности органа исправительной власти обозначить, каким образом будет применяться тот или иной профессиональный стандарт и вообще все те профессиональные стандарты, которые сегодня существуют. В нашем случае, когда мы говорим про профессиональный стандарт руководителя образовательной организации, то Министерство образования, по крайней мере, по тем выступлениям, которые есть, говорит о том, что будут разработаны специальные пояснения о том, каким образом применяется профессиональный стандарт руководителя образовательной организации. Но из чего мы исходим? Сегодня те, кто работают, большая часть из вас, так иначе работают с профстандартом педагога, есть письмо Миноборнауки о том, каким образом применяются квалификационные требования к педагогическим работникам сегодня в условиях существования профстандарта педагога. И, скорее всего, эти же рекомендации, которые сегодня заложены в этом письме Миноборнауки, они же будут связаны с проснандартным руководителем образовательной организации. Сегодня не будем останавливаться более подробно на этом письме. Собственно, если есть необходимость это письмо увидеть, то вся подборка есть на этом компьютере в папке, которая называется «Дискуссионная площадка 2196-2016». И это письмо там представлено. И обычно, если посмотреть все эти комментарии, которые связаны с стандартами, все ссылаются на данное письмо. Также у нас есть информационное письмо Минтруда. Оно буквально этого года, 10.02. Тоже говорится о том, каким образом мы применяем профессиональные стандарты в сфере труда. И, собственно, это, по сути дела, одно из базовых пояснений о том, каким образом профессиональный стандарт применяется, вне зависимости от того, система образования это или система какая-то иная. И здесь, соответственно, тоже есть та информация и те вопросы, которые вы обычно задаете, когда есть в какой-то профессиональной стандарте. Здесь же буквально относительно недавно появляется письмо Минтруда о том, каким образом применять этот стандарт. И это письмо в очередной раз содержит обзор тех вопросов, которые есть. И Минтруда отвечает на те вопросы, которые формулировались в письмах Минтруду в разных обращениях. А в том числе в рамках этого письма Минтруда мы можем встретить ответ на тот вопрос, который каждый раз волнует до принятия профессионального стандарта. Чем же мы руководствуемся? Там есть прямая отсылка на то, что у нас остается единственный квалификационный справочник, пока не будет принят профессиональный стандарт руководителя. А, следовательно, каждый раз мы используем его. В этих же письмах есть ответ по поводу того, что же делать, когда у нас руководитель образовательной организации не соответствует требованиям профстандарта. Ссылка идет очень прямая на положение трудового кодекса, на моменты, связанные с аттестацией. Так или иначе, вы, как те, кто является работодателем для руководителя образовательной организации, понимаете, что вы, как работодатель, имеете право проводить эту аттестацию в соответствии с законодательством, и уже в рамках этой аттестации принимать решение о том, соответствует он профстандарту или не соответствует. Но даже речь заходит не о соответствии профстандарту, а о соответствии занимаемой должности. Поэтому профстандарт – это ориентир для того, какая деятельность совершается. Но у нас нет в сегодняшнем в Трудовом кодексе прямой ссылки на то, что если они соответствуют профстандарту, то мы его уволим. Такого сегодня в Трудовом кодексе не содержится, но это происходит через процедуру аттестации. Сценденсы, действия должности, да? Да, да, там есть у нас формулировка, я думаю, что так ли значит. Конечно, у нас Трудовой кодекс еще говорит о том, что руководитель может быть уволен по основаниям, которые предусмотрены в его трудовом договоре. И вы, собственно, как те, кто является работодателем, можете предусматривать, но так как у нас период еще переходный, и, скорее всего, профстандарт руководителя базарной организации будет принят, не раньше, чем. Вернее, принят он будет, скорее всего, в этом году, ну, по крайней мере, так ищут разработчики. А вступит он ориентировочно с 1 июля 2018 года. И если мы говорим о сегодняшнем профессиональном стандарте, то буквально 3 июня 2016 года разработчики отправили после разного предпринятия. У меня здесь ничего. Вот Ангелий Викторович, я его убрал, потом он ее взвал, что-то качил. Это у кого-то еще, видимо. И, соответственно, мы уже могут говорить, все, и все уберем. И сегодня мы работаем ровно с тем вариантом этого стандарта разработчиков, который представлен разработчиками. И проект, по крайней мере, датирован 2-6-2016 года. И в раздаточном материале, собственно, в электронном виде тоже все это есть. Этот стандарт для вашего удобства, там приведен весь стандарт на 34 страницах, в том числе мы выбрали те страницы, которые посвящены исключительно образовательным организациям, потому что там еще есть организации научные, есть высшее учебное заведение, и у вас две версии. Одна полная, вторая в выдержке, и еще одна версия есть в Word. Ну, вдруг по каким-то причинам понадобится, но сейчас все только в PDF-панк. Соответственно, с профстандартом так или иначе будем ориентироваться, кстати. Когда мы говорим про профстандарт, о нем можно детально говорить, но само мероприятие, сами два дня, они у нас все-таки посвящены больше моментам, связанным с мониторингом, и в свое выступление акцент попробую сделать в части мониторинга. Общеизвестно, что у нас в содержании профстандарта есть трудовые функции, есть обобщенная трудовая функция, и дальше идут трудовые функции для определенных видов деятельности. У нас есть четыре обобщенных трудовых функции, которые относятся как раз к руководителям образовательных организаций, системы, не связанные с научными организациями, системы, не связанные с высшими учебными заведениями. И здесь они три представлены, презентацию я вам тоже в этом материале отдам, поэтому остановимся ровно на четвертом содержании, на четвертой обобщающей трудовой функции. Эта функция связана с представлением образовательной организации в отношениях с органами власти, и здесь, собственно, обозначены органы власти, государственные органы местного самоуправления, и общественные организации. Это ровно вот та функция, которую, согласно нашему профстандарту, обязан будет выполнять наш руководитель образовательной организации. А дальше, если мы говорим о пояснениях, что же там вкладывается в эти трудовые функции, то трудовой кодекс исходит из формировки трудовые действия, и здесь у вас перед глазами представлено, что же это за трудовые действия, связанные с взаимоотношениями с органами государственной и муниципальной власти. Здесь они представлены, они преимущественно связаны с разными родоожиданиями, они связаны с мониторингами, и они связаны с сетевым взаимодействием. Поэтому профстандарт уже обозначает, как один из видов трудовых действий, это взаимоотношения с органами власти. С органами власти и с разными рода другими субъектами в части взаимодействия с ним. А также оценка вот этих результатов взаимодействия. Сегодня те показатели мониторинга, которые были использованы, те, с которыми мы сегодня познакомились, в той группе, в которой был я и мои коллеги, по сетевому взаимодействию у нас сформировалось определенное видение о том, что все-таки существует взаимосвязь между чем? Между профессиональным стандартом руководителя, системой мониторинга муниципальных систем образования и требованием квалификации руководителя органов управления образованием. Мы исходили из чего? Мы исходили из того, что профессиональный стандарт предусматривает ту деятельность, которую я вам обозначил, то есть руководитель наш так или иначе должен быть включен в процессы взаимодействия. Система мониторинга содержит критерии, содержит пункты, связанные с межсетевым взаимодействием. А дальше возникает ситуация, когда орган власти, муниципалитет, он принимает решение относительно того, что необходимо принимать на работу того или иного кандидата, руководителя образовательной организации, а требования, которые проявляются к этому руководителю, оно связано с межсетевым взаимодействием. Следовательно, когда мы говорим про вот эту трудовую деятельность и про межсетевое взаимодействие, необходимо понимать, а как мы можем квалифицировать те действия как наличие этой компетенции по межсетевому взаимодействию. И мы с коллегами исходили из чего? Из того, что межсетевое взаимодействие как компетенция, может быть представлен только в рамках тех программ, только в рамках тех проектов, которые есть в муниципалитете, которые есть в регионе и которые могут быть связаны с федерацией. А следовательно, система образования, органы должны быть оснащены, так же как директор образовательной организации, и навыками, связанных с межсетевым взаимодействием, чтобы обладать теми компетенциями и оценить действия руководителя образовательной организации, и б. выстроить ту систему, которая позволяет определить, а были ли данные действия совершены, и есть ли необходимая квалификация у руководителя образовательной организации, у кандидатов или нет, для руководства образовательной организации, чтобы соответствовать этому комп стандарту. А следовательно, все те пункты, которые были представлены, они так или иначе могут быть использованы, когда речь идет про профессиональные стандарты и его реализацию. А дальше я предоставляю... Есть ли вопросы, коллеги? Нет, мне кажется, что здесь достаточно... Мы сейчас поняли, какая нормативка стоит, да? Нет, ну тут не только нормативка, тут же и ряд рамочных требований. Я просто потом, может быть, выделяю, потом у меня как бы что у вас с разработчиком заводят, какие-то медали, какие-то святые... Здесь получается, что у нас сейчас общее поле для того, чтобы мы понимали все, о чем мы говорим. А вот эта связка, к которому у нас идут те проблематизации, которые есть, и, собственно, проблематизация Д.Викторович. Частично мы постараемся сегодня еще поговорить про то, что у нас было в группах, хотя основной доклад про обсуждение группы мы планировали на завтрак. Здесь, собственно, фактура, которую мы можем использовать, когда обсуждаем проблематику той ситуации, в которой профстандарт вводится. То есть, прежде всего, один из очень существенных факторов является то, что в силу особенностей организации муниципального управления мы имеем, на мой взгляд, неустранимую высокую текучку кадров муниципальных руководителей. И, в общем-то, проходит время, да, и не видно, чтобы эта текучка снижалась. Собственно, вторая составляющая связана с тем, что кадровый резерв и возможности использования тех, того видения профессионализма, значит, рамочное видение профессионализма руководителя для того, чтобы создавать программы кадрового резерва руководителей, это достаточно тоже важная тематика, интересная, нужная. И, как нам кажется, она тоже будет серьезно востребовать суждения, мнения и точки зрения по тому, что есть руководитель. И, наконец, еще одна составляющая связана с тем, что система показателей мониторинга по-хорошему, да, вот, скажем, если брать ее, скажем так, результативную часть, она, конечно же, подразумевает использование результатов мониторинга в двух аспектах. Первый аспект связан с тем, с той необходимостью оценки деятельности муниципальной и образовательной системы в целом, да, и эта оценка важна для всего педагогического, всех педагогических коллективов. А кроме этого есть еще и оценки, которые позволяют на основе показателей мониторинга выносить суждения относительно деятельности руководителей. И вот это вычленение этой деятельности руководителей как одно из возможных поправлений, используемых в результатах мониторинга, оно тоже представляется крайне важным, поскольку в образовании, так же, как и во многих других сферах, качество деятельности руководителя определяет качество деятельности руководимых в коллективе. Ну и здесь, собственно говоря, всплывают вот эти проблемные вопросы, которые совершенно точно присутствуют в других областях и в других сферах. Я имею в виду не образовательную сферу, а, скажем, сферу, связанную с бизнесом, сферу, связанную с направлениями, которые менее, так сказать, государственно зарегулированы. И здесь первый вопрос, ключевой какой? На какие идеалы управления и на какие идеалы управленца нужно ориентироваться? Потому что профессиональный стандарт, строго говоря, не задает исчерпывающие версии ответа на этот вопрос. И здесь, ну, возможны разные версии ответов. Точно так же, как такие же разные версии ответов, есть бизнес-организация, когда выделяют руководителей инноваторов, выделяют руководителей тех, кто способен осуществить антикризисное управление и привести расходы и прибыли организации в баланс. Наконец, тех, кто, наоборот, добивается очень хороших операционных показателей. То есть я сейчас привел часть эмбирической схемы, которая часто используется в бизнес-организациях при обсуждении назначения первых лиц. Возможно, одной из интересных, скажем, тем, было бы, если бы, скажем, мы, обсуждая тематику профессионального стандарта, обратили внимание на какие идеалы, собственно, руководители в него укладываются. Соответственно, здесь возможны дискуссии, споры, обсуждения. Ну и далее, соответственно, вытекает целый ряд других требований, которые связаны с выполнением тех или иных функций квалификационных. На мой взгляд, это уже часть, скорее, уже связанная с практиками, соответствующими исследованиями и разработок. Это в рамках каких подходов эти идеалы будут описаны. То есть здесь, конечно же, ну, тоже возможны разные варианты. Вот, дальше. Значит, варианты использования профсандарта, на мой взгляд, Сергей Дмитриевич, достаточно, ну, подробно еще остановился. Версии, мне кажется, для первичного обсуждения, обозначенные раньше, они могут быть использованы, ну, и поэтому я бы, может быть, этот вопрос опустил, а больше бы остановился на вопросе, связанном с оргструктурой, которая обеспечивает поддержание профстандарта. Ну, здесь совершенно точно, вот, обращаясь к опыту других сфер, мы имеем необходимость в обозначении и выделении тех единиц, которые задают поддержание такого операционального стандарта. Возможные варианты, здесь уже в рамках проблем, ну, проблемно-проектного отхода, мог бы сказать так, Master of Business Administration, он задает вариант стандарта руководителя операционный, который позволяет удерживать профессиональный стандарт в области бизнеса. Такого же рода программы, ну, вот, были введены в Штатах где-то лет 20 назад, называется Master of Public Administration. А там, как бы, вот, акцент сделан не на сферу образования, поскольку сфера образования, она, с точки зрения, ну, вот, англосаксонского права, она является одной из публичных, как они говорят, общественных сфер, фабрик. И там вот этот стандарт задается через вот эту инфраструктуру магистратур, и, по большому счету, ну, вот, они обеспечивают более-менее единство поддержания требований к людям, работающим в области, ну, вот, как они говорят, социальных, гражданских, образовательных организаций. Вопрос, будет ли это у нас также развернутся, он остается на сегодня открыт. Открыть, судя по логике, профстандарты, это речь будет идти либо про повышение квалификации, либо про профессиональный прибор готов, про магистратуру, скорее всего. Нет, она магистратура, ну, как, она по-английски называется, но по смыслу это именно дополнительное профессиональное образование. То есть, это программа, ну, вот, так же, как они называют, master of public administration, это, ну, по сути дела, такая, они есть разного ранга, но обычно повышение квалификации. Вот, по большому счету, мне кажется, что здесь вот вопрос орг структуры, да, как бы, кто, какие места займет, соответственно, сертификационная вот структура. Дело в том, что сами по себе вот эти курсы соответствующие и программы, они поддерживаются независимой системой, так называемой, сертификационных экзаменов. Будет ли у нас эта сфера развернута, пока до конца не ясно. То есть, если брать пример, ну, других областей, то, ну, во многих областях у нас развертывается такая сертификационная система, ну, и вот в Красноярске, скажем, действует ряд уже сертификационных центров, они, правда, не по профессии управленцев, а по другим направлениям. И смысл их как раз состоит в том, чтобы проверить, насколько человек квалифицированно может решать те или иные задачи. Вот это другой элемент инфраструктуры. Ну, будут ли какие-то еще другие элементы, это можно обсуждать. Но относительно вот этих двух, ну, практика показывает, что, как правило, профстандарт, он требует развертки соответствующих системы курсов и соответствующих систем сертификатов. Ну, вот, сертификационных центров. Вот. Дальше здесь вопрос возникает, конечно, связанный с тем, что, а как, таким образом, обрывательные учреждения, муниципальные управленцы будут с этим работать. Мне кажется, Сергей Юрьевич как раз вот этот момент, ну, выцепил, и думаю, что если возникнут другие вопросы, мы можем их как раз пообсуждать. Да, Дайкич. Мне кажется, вот здесь самое время сейчас и пообсуждать, потому что мы уже проблемных вопросов очень много ставили, и такое получается впечатление, что мы, в общем, вещаем, а аудитория без монстров соглашается. Потом, мне кажется, вот здесь надо сейчас про отношения к этим вопросам, насколько эти вопросы действительно актуальны, и какие есть мнения, предложения по тем вопросам, которые у нас возникнут. Ну, вот у нас, в Красноярском крае, это как может быть, да, одной из структур, которая будет иметь возможность обеспечить, да, руководителю? Ну, во всяком случае, мне кажется, что на этом нужно и нужно претендовать. Ну, но ведь и сейчас для руководителя тоже нужно еще одно, экономическое, конечно, должны, да, это требовать, и не менее там часов еще, количество, да, всегда служба, которую в основном проверяют, требуемо, вообще-то назначение, да, это должно быть. То есть, получается, еще что-то нужно внутри правильного педагога? Ну, здесь, скорее всего, отвечая на ваш вопрос, можно ориентироваться на что? У нас буквально, знаете, я не знаю, что я сейчас засовывал на профстандарте педагога. Да, буквально Министерство образования на прошлой неделе заостыло момент и говорит, что когда она речь заходит о профстандарте педагога, то сегодняшнюю систему аттестации Министерство образования не устраивает. И оно предлагает активно работать над системой аттестации, активно работать над тем, каким образом проверять те или иные компетенции и очень серьезно вращать внимание на такую компетенцию, как, собственно, вообще преподавательская деятельность как таковая. Не только наличие профильных знаний, а педагогической деятельности. И, скорее всего, это слышится из уст разработчиков профстандарта, они будут активно думать над системой аттестации, над системой подбора кадров и руководителя образовательных организаций. И если мы понимаем, что в 2008 году в любом случае, скорее всего, будут приняты профессиональные стандарты, в том числе профессиональные стандарты руководителя образовательных организаций, то одна из стратегических задач, которая стоит перед системой образования Красноярского края, это, конечно, разработка моделей этой аттестации, модели отбора руководителя. И в нашем случае здесь, как один из центров, который может этим заниматься, в соответствии с взаимодействием с управлением образованием, действительно появляется и ПК, и тот опыт общения, который сегодня у нас был в рамках обсуждения пунктов мониторинга, мы так иначе затрагивали систему того, каким образом мы эти квалификации будем определять. И нужна система этой квалификации. В той же самой Москве система квалификации очень жесткая, и отбор очень жесткий. Подководителя организации необходимо разработать, во-первых, просто сначала тест пройти на знание законодательства, потом стратегию на ближайшие три года, эту стратегию еще обсуждают подководители других школ, они его оценивают, а после этого его оценивают в специальной комиссии, мы уже из тех, кто достоин. И в этом плане, так или иначе, что в случае с ТИД группом, что в случае с руководителем образовательной организацией, скорее всего, еще будут веяния и автоаттестации в хирургете. Судя, у медиков она к другому проходит аттестацию, да? Там гораздо жестче, чем у нас. Ну, там вредит, там лист с жизни еще. А у нас? А у нас, получается, отсроченный результат, и очень трудно сказать, кто именно сделал ту решающую ошибку, да? Кому ее можно выставить в качестве... По поводу ошибок и по, вот сюда, наверное, в обструктуру. Понимаете, при назначении руководителя управления образованием, мистерство образования, как правило, ну, ну, не играет какую-то роль. Ну, а играет какую-то роль, самое главное, это учредитель. Да. Кто ближе к телу, тот пойдет в дело. Вот он в дело и идет. А потом другое дело, что приходится с этим человеком работать и повышать его, дотягивать его до стандарта и выше. Но способен ли он дотянуться до стандарта в таком случае? Это да. Это самое больное, наверное. Согласен. И поэтому, ну, очень сложно еще в каком плане. Вот то, что происходит, например, у нас в районе, в Ирпийске. Когда одного, говорит, сняли, а другого найти не может. Да. И вот это такая ситуация серьезная, потому что, да, директора школы можно было бы поставить, но уже руками и ногами упирается с его зарплаты. Зачем он пройдет? У кого-то сняли в управление образования. Брать на себя взвален такую ответственность и тащить это на себе. То есть, мне кажется, при назначении на должность роль Министерства образования должна, я не знаю, уже два раза, в госко-крат возрасти. Здесь видим, мы сталкиваемся. И каким-то образом к этому нужно. Это подать и застать. Со сферой компетенции муниципального управления Министерство образования КАЭ – это государственная структура. А муниципальные, они не встроены в текаре по законодательству. И с учредителем, который свою команду формирует и в состав которого будет руководительный парламент. Наверное. Это, мне кажется, как раз вопрос, как это корректно делать. Почему? Министерство пишет, что согласовывает и что… Один из последних моментов по нашему же району. Ну так до конца и не была согласована кандидатура. Вот так она бедно и работала. Ни вашим, ни нашим. Ну, по этому плану, здесь ситуация, которая связана с педагогами и также по ситуациям, которая связана с руководителем образовательной организации. В самих профстандартах, в требованиях законодательства трудового и так или иначе в комментариях Министерства образования и уроки Российской Федерации, прослеживаются тенденции, связанные с чем? Вы работаете? Лично. Вы, собственно, и принимаете решение. Потому что если вы знакомились с теми пояснениями, письмами, которые есть у Минтруда по поводу педагога, там же что сказано? Если вы переживаете о профессиональных компетенциях педагога, то вы имеете право… Да, в этом плане предусмотрели, аттестационную комиссию собрали, в работе с теми пояснениях заявлены. Да, есть. Но в отношении педагога, там требование более жесткое, потому что если у него нет образования, то это прямой запрет педагогической деятельности, по крайней мере, с того периода, который вступит профессионально. Если это касается того народа, который проживает в городе, а когда это сельская школка удаленная, где, господи, хоть бы найти со средним образованием человека, который захотел бы пойти работать в школу. Тут совсем очень удобно. Да. Ну вот этот вопрос, судя по всему, задавался многократно, и при мне задавался автором вопрос-стандарт, вот этой версии, по крайней мере, Рималенко вопрос только задавался, и он жестко отвечает на это. Он говорит, что образователь должен быть вот такой. И других вариантов, по крайней мере, автором вопрос-стандарта не рассматривает. Смотрите, это с педагогом. А с руководителем, которого нужно потом вытягивать и до определенного уровня, до стандарта, тащить его и развивать, при этом пробуксовывает вся система, тогда вот это очень странная ситуация. С педагога, видите, они почему так уверенно говорят? Потому что закон о российской федерации прямо говорит об образовательной лицензии педагога. И он не предусматривает никаких вариантов. Что касается профстандарта и той части, которая не предусмотрена в рамках закона образования, Трудового кодекса, то здесь это вот разного рода практики, причем, скорее всего, министерство образования будет ориентироваться на те практики, которые будут созданы до 18-го года в муниципальных образованиях в регионах. По крайней мере, судя по тому, что они говорят, большая вероятность. Скажите, кто-то с 18-го года будут иметь возможность принимать, а те, кто работает? Если сегодня по российскому законодательству исходим, профстандарта руководителя, его не существует сегодня, по крайней мере, принято. А если мы говорим о том, что он в 18-м году появляется, то тут два варианта. Если исходить из сегодняшнего законодательства и предполагать, что он не изменится в 18-м году, то у нас нет основания увольнения такого, как несоответствие профстандарта. А дальше у нас остается логика трудового кодекса. В какой части? У нас есть основания увольнения по инициативе работодателя, в том числе 226, которое уже специально предусмотрено для руководителя образовательной организации. А дальше кто представитель нанимателя, а кто работодатель? Муниципальное образование. И дальше муниципальное образование, по сути дела, принимает решение. Будет ли такое основание, как несоответствие профстандарта? Хотя сегодня трудовый кодекс, о чем вы уже думаете? Ну здесь, собственно, есть формулировка о том, что по иным основаниям предусмотрен трудовый договор. Ну а дальше развитие событий может быть по-разному. А специалисты, которые занимаются трудовым кодексом, трудовым правом, они каждый раз ставят под сомнение вот эти пункты, вот этой 226, о том, что иные основания. При наличии тех оснований, которые есть в соответствующих статьях про основание, прекращение трудового договора, предусматривать иные крайне сложно процессуально. Потому что любое положение, которое будет принято в муниципалитете в этом договоре, оно должно будет так или иначе, а вы же увольняете по сути дела директора, пройти апробацию в судебной системе. То есть он будет обращаться в суд. А дальше зависит все от того, готовы ли вы и уверены ли вы в том, что такое решение должно быть принято. Потому что сегодня трудовое законодательство в общих чертах, общий механизм связан с чем? Соответствует ли он занимаемому, по сути дела, трудностям? И это все происходит в рамках аттестации. Если вы в рамках аттестационной комиссии принимаете решение, что он соответствует, то трудовой кодекс сегодня не обязывает увольнять. Ну а дальше это вот те решения, которые есть. И именно из этого мы исходим из того, что вот эта ситуация правосстандарта и применение правосстандарта, она выявляет вот эту активность муниципалитетам. Потому что Российская Федерация, скорее всего, в рекомендациях, вот в то, что я приводил, вот эти три письма, там ровно об этом. Тот же самый Сергей Иванов, комментируя вот эти все вопросы о профессиональных компетенциях, отвечает, проводите комиссию, принимайте решение. Ну это откуда? То есть позиция слишком не изменится? Нет. Нет. Ну она вреда не изменится. Нет. Мысль о том, что, и такую акцент очень хочется сделать, что профстандарт, собственно, как и в ГОСА, это все-таки некий такой минимум. Вот. Свыше этого минимума можно устанавливать. И здесь вопрос вашей инициативы, ну как мне видится, чтобы локальное регулирование подводить под те требования, которые на сегодняшний день диктует. И, соответственно, вот для меня, например, еще очевидна связь с профстандартом педагога, ну потому что, собственно, руководитель, да, он должен соответствовать и тем требованиям, которые предъявляются к уровню ниже, то есть педагога. А о чем сказал Сергей Дмитриевич? Это письмо было, да, про аттестацию? Чтобы помимо, для педагога, что помимо, ну, привычного анализа его профессиональной деятельности, необходимо учитывать овладение информационно-коммуникационными технологиями, плюс умение разрешать конфликты с учениками и с родителями. А это мне видится вообще, возможно, только на практике, да, понять, потому что здесь никаким отчетом это не закроется. И много мы сейчас говорим о корпоративной культуре. Но корпоративная культура, она тоже нуждается в описании, то есть это снова должен появиться какой-то локальный документ. Соответственно, ну, тоже было уже озвучено, что есть компетенция пояснять, как будет применяться стандарт. Значит, органы управления должны довести вниз о том, что надо разрабатывать данные локальные нормативные акты, а они уже будут анализироваться при аттестации, насколько соответствуют статы. В любом случае, вот смотрите, есть два больших сюжета. Один сюжет, связанный с руководством образовательной организации, а второй сюжет, связанный с руководством муниципальной образовательной системы. И важный момент, потому что, строго говоря, для руководства муниципальной образовательной системы набор компетенций, он отличается от набора компетенций, которые требуются от руководителя образовательной организации. И эта существенная разница, она как бы явно так или иначе проявится, потому что в любом случае объект управления руководителя муниципальной образовательной системы другого. И это совершенно точно, совершенно очевидно. Другое дело, я в какой части согласен всем директорам в том, что, действительно, какая-то часть предметных представлений, связанных с эффективным наполнением обязанностей по руководству муниципальной организации, конечно, нужно обладать. И здесь могут действительно сократиться уже вещи, связанные с милостью проведения приговорного процесса, конфликтного, коммуникации. Но я думаю, что эту тему, конечно, нужно дальше раскручивать. А возвращаясь к теме, которое Вы говорите, мне кажется, что, конечно, эта ситуация длительной эволюции. То есть, ну вот, Сергей Дмитриевич, он как это на самом деле не договаривает, но стандартные масштабы эволюции правовых систем – это примерно 10 лет в нынче. Потому что только за 10 лет, ну, происходят хоть какие-то маломальски заметные сблики, в результате которых правовая среда, в которой происходит действие, меняется. Ну вот я, например, вижу какое изменение достаточно сильное, что если мне вот это требование по стратегичности управления будет дальше продвигаться, то это, соответственно, косвенно вынудит решение, связанное с назначением руководителей муниципальных образовательных систем принимать более стратегически, более обоснованно. Но то, что это скажется далеко не сразу, у меня тоже есть, ну, там, явное убеждение. Ну и кроме того, всё равно останется часть муниципальных образований, где эти решения будут приниматься в инвентаристке. Но это жизнь. Вот в этом плане мы никогда не добьёмся идеальным результатом. Но тезис-то, в общем-то, какой, что вот возвращаясь на то, что Серёжа говорил раньше, да, вот про процедуру, которую москвичи сделали, тест, дальше кандидат готовит вариант стратегии или программы развития школы, которые заслушиваются другим. Да ведь? Заслушиваются. И это вот и есть же, смотрите, торчат уши той стратегичности, которая заставляет людей, принимающих решения, да, всё-таки быть чуть покорректнее. То есть я не идеализирую реальность, но я понимаю, как бы, что люди разные, но мне кажется, вот ваше вид и ваш вопрос, оно будет связано вот с этим. Чем сильнее будет развертываться линия, вот, мне кажется, первая вещь – со стратегичностью раз, и второе – с разного рода публичными слушаниями, открытыми, вот, гражданским участием. Это второй фактор, который будет побуждать, ну, быть более таким адекватным в принятии решений. Ну, вот так длинно получилось. Ну, вот три таких больших пункта, да, то есть разное руководство раз, да, возможная предметная составляющая, да, и вот разные другие линии, которые происходят изменений, ну, вот, когда право применительных систем. Слушайте, мы сейчас руководителей назначаем, первые вопросы составляют, то есть они должны, это первый этап. Точно так же программа развития учреждения, что у нее есть стратегия. А кто ее заслуживает? В любом случае, мы заслуживаем комиссию, где, как бы… Своя, да? Своя комиссия у нас, ну, я, специалист управления, часть директоров, ну, как бы не все, да, если это, если заведующий, то это заведующий, мы сейчас, как бы, и администрация представители, то есть мы сейчас это все заслушиваем, оформляем, и смотрим, у нас бывает на два-три человека и выбираем, а мы, в принципе, как бы, уже готовы, наверное, один из вариантов развития, то, как бы, их опыт, они, получается, отделяют административную комиссию представителей администрации от профессионального обсуждения. Общественно-профессиональной, да? Ну, видите, администрация – это замглавы по соц. вопросам, а она кореирует наш… Здесь они… Когда мы говорим про вот этот отбор, вот, может быть, для Красноярского края вот та схема, о которой вы говорите, она даже московская схема, она же московская, а территория все может быть иначе, но они отделяют это, получается, то есть у них в ситуации представления стратегии, решения о том, быть с помощью, как она стратегия возможна и вопросы и так далее, принимает директорский корпус. Голосует директорский корпус, и, насколько я помню, это надо набрать 50 плюс один голос. А потом уже административная комиссия социальная отбирает из тех, кто получил согласие… То есть у вас нет вот этого второго этапа, когда чисто директора… Но у нас тоже два этапа… Нет, нет. А, нет этапа отдельного… Отдельно директоров, что они как бы… Но мы тоже палы… Нет, нет, ну поймите, мы же не в претензии, просто в Москве же легче собрать директоршу на такую независимую процедуру… Один из моментов, который у нас в районе прошел, как был опыт, да, такой… Мы провели, ну, наверное, по образу и подобию восточного образовательного логика, когда собирались, презентацию проектов развития образовательных учреждений. Презентовали, было условие. Не надо никого, нужны только директора. Потому что это еще и какая-то компетентность наших, господи, простых бабушек, потому что мы дико боимся до сих пор компьютера и вообще как не встать презентацию. Ну, словом, когда коллеги… Ну, форум был таким образом построен, что из образовательных учреждений мы пригласили наиболее, ну, тоже в кавычках, продвинутых заучей, которые являлись экспертами того, что сейчас вот услышано, и для них было задание выбрать наиболее интересные… Проекты? Проекты в соответствии со стратегией, которая была тоже здесь же представлена. И вот этот шаг показал. Мы сидели вот так вот в расследовании, боже, что же сейчас будет, потому что проекты слова вообще бывает неведомо. Управленцу, который пришел, что-то презентует, что-то представляет. Но когда директора сами, где-то, да, вот как бы имеет тоже навык и так далее, когда они сами стали говорить, да вы знаете, вот это не проект. Вы, какая основная идея, где эта мысль? Вы понимаете, что здесь вообще ничего не связано со стратегией развития. Ну, как вы читали документы, которые были там, проекты выставлены? Было здорово. Потому что, да, методисты, как это, господи, не пострадали, но за то, как пострадали директора, которых потом эти старушки поймали в кулуарах. устроили мне такую распеканцию, как будто бы я вообще чертю что написал, а не стратегию. Но было интересно. Ну, вот смотрите. Ну, сдвиг произошел, вот уверяю вас, потому что, вот последнее совещание, наши бабушки говорят, мы тоже хотим представить, да нормально мы уже сделали, уже все как надо сделали. Вы тут слышали? Вот есть такой, ну, они же научились друг от друга. Ну. И при этом вот этот шаг, когда научаться нужно, а где места нет. Получается, когда далеко поехать, мы еще боимся и стесняемся. Там еще какие-то происходят вещи, но здесь вот, понимаете? Вы не стесняетесь, это как приглашать? Ну, у нас есть уже такие идеи, такие мысли. Смотрите, по большому счету это вот касается уже чего? Касается того, как профессиональный стандарт руководителя можно вводить. Потому что мне это кажется, что в рамках такого подготовки такие сессии надо проводить практически в каждом муниципальном образовании. Почему это важно? Потому что это дает возможность оценить, насколько руководитель, да? Как бы может держать ситуацию коммуникации, насколько он слышит, слушает, реагирует. А это чрезвычайно важно и в других аспектах. Потому что, ну, вот если инструмент реализировать компетенцию, там уже четко, явно будет блок, связанный с независимой оценкой деятельности, да? А это же, что значит? Это выход на внешне, на тех, на кого не зависит. И совершенно точно умение, ну так, держать коммуникацию и как реагирует. Мне кажется, вот это стоит взять как стандартную процедуру в рамках подготовки к переходу. И ее использовать как стандартную. То есть вариант может быть более камерный, да? А может быть более такой вот, как у вас, развернутый. Это же разные версии. Ну это у них уже как те, кто работает и уже дальше, да? Я так говорила, а назначение… Да, я понимаю. Но можно же и саму процедуру делать. Ну а дальнейшую работу для тебя, конечно. Как бы можно сделать и камерную, да? А можно сделать такую более развернутую, да? Вот как бы… Да, и то, о чем сегодня вот Елена Анатольевна говорила, да? Когда можно себя сопоставить с тем, что есть у соседа, сравнить эти вещи, на каком уровне я сегодня, мое образовательное учреждение, то есть вот вот эти штуки. Здесь хорошо. Ну и здесь получается, что у нас время завершается, с учетом наших разных корректировок, в любом случае осталось две минуты. По моим часам, в любом случае осталось обычным. Да. И, собственно, несколько слов от каждого завершения, как вы видите, те первые шаги, которые есть. Тот первый шаг, который у нас сегодня заявлен, ровно связан с тем, что у нас есть направление работы мониторинга, есть показатели, которые мы уже сегодня можем использовать в те направления, которые позволяют нам говорить о возможности внедрять профстандарт за счет этих направлений, за счет этой деятельности. Это, собственно, наше видение такое первого шага, связанного с мониторингом здесь. А я думаю, что мы можем выслушать вас и завершить наше сегодняшнее мероприятие. Но саму деятельность еще продолжать, как и люди, за 2018 годы. Ну, коллеги. Я могу сказать два слова. Несмотря на то, что мы сейчас запали на мониторинге, я уже это говорила, там, в мониторинге института, я реально переживаю за то, где сформируются эти функции. Одно дело, как его замерить, одно дело, а с другой стороны, откуда возьмется этот компетентный дилет? Мне бы реально очень хотелось, чтобы мы другого шанса... Ну, можно, конечно, учить систему повышения компетенций. А можно, как, например, в вашем примере, придумать такие или другие единости, когда, как бы, ну, вот это все случится. Поэтому, как бы, мне кажется, наша общая задача нащупать... Ну, мы же не можем, но если пойти по пути нас к лечению, которые там, извините, всем экзамен устроили, и еще после экзамена увольняют... Нет, они увольняют. Москва в каком смысле? Она же пылесос. В этом смысле они имеют возможность... Ну, лучше, вот. Мое вопрос связан с формированием управленческих компетенций и с отличными от традиционного повышения квалификации формами. Все. Извините. Коллеги, кто еще? Я думаю, что кто-то дошел уже до необходимости анализировать свою деятельность, проект, ну, что-то инновационное туда помещать, ну, на своем опыте, потому что не равнодушен к тому, что делают. Ну, а кого-то вынулить, возможно, вот просто стандарт руководителя. И там уже, когда человек в сферу кровных интересов войдет, если работа такая более осознанная, рефлексивная над собой, ну, и тогда уже сам Бог привел. И дальше распространять то, что-то сложно. Как красиво. Я единственное усиление просто хотел сказать, что как раз вот это стихийное становление аналитичности, оно с точки зрения профессионального стандарта, оно недостаточно. И вот сегодня, скажем, когда обсуждали на группе, да, то руководители, ну, вот этих муниципальных образовательных систем, они же сказали такую вещь, что жутко не хватает аналитики, связанной, связка между содержательной идеей, и как они финансово, через какие финансовые механизмы реагируют. Я хочу обнести с твоим словом стихийное формирование аналитики. Я вот прямо, вот, понимаете, меня аж растирает, я искренне не понимаю. Нормативно задано четыре аналитических функции, они как-то живут сами по себе, левой ногой на движение сделано, а жизнь идет сама по себе. И при этом, даже если посмотреть, что у нас здесь происходит, ну, как бы бегая по другим группам, ну, как бы, я не знаю, сопротивление больше, чем активизма. Ну, советская привычка, сейчас мы будут друг с другом сравниваться, и что нам за это будет? Я не знаю, что с этим делать. Я думаю, в этом плане мы частично завтра при нашем докладе мы ставим эти моменты еще обсудим. Ну, про это, пожалуйста, айди. Я же делаю это из формулировок, которые вы слышите. То есть нижний гаретт обязан нам или что ли. Ну, поправимся. Образец и так далее. Но я, насколько понимаю, сегодня задачу на второй сессии, в принципе, и так или на чем слушаю, завтра мы можем в первом приближении это предсказать. Ну, и так. Коллеги, кто-то еще? И мы можем заканчивать. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.